Как без солнца невозможна жизнь на земле, так и без ипотечных кредитов, моргиджей. Большинство жителей Канады не может позволить себе не купить уже существующий дом, не оплатить постройку собственного. Компании известного в Торонто финансового консультанта Сергея Тотрова ежедневно помогают найти самые разнообразные кредиты, в том числе и на постройку дома мечты. Если кто-то хочет построить дом сам, есть программы, которые помогут сделать это в кредит? Конечно, в принципе, все сделать можно, если человек есть желание, и, так сказать, ему это необходимо, то все это можно сделать, но это придется, скорее всего, использовать частные деньги для того, чтобы получить деньги на покупку земли в собственность, да, в собственность. Потому что банки не любят это дело, нечего отобрать, федеральная собственность и так дальше. Поэтому нужно использовать заемные со стороны private-инвесторов. Ну, private-инвесторов... Они обычно идут до 50% от стоимости, да, собственности земли. Лично я не знаю частных инвесторов, но, как я понимаю, вы их знаете? Да, моргидж-брокеры, конечно, они работают с инвесторами, поэтому они помогут вам сделать. Или я, или кто-то другой, конечно, это можно сделать. Насколько это сложно, получить финансирование на постройку дома? Ну, так сказать, конечно, любой инвестор, он всегда хочет понимать, а что вы хотите с этой землей сделать? Купить и сидеть на ней, да, откуда у вас деньги, как вы будете платить, возвращать интересы и так дальше. Какие планы вы строите, что у вас будет. То есть, надо, должно быть логическое обоснование. Скажем так, когда вы берете деньги в долг или как на бизнес, да, вы должны какой-то план, бизнес-план построить. Здесь то же самое вы должны рассказать, показать человеку, что да, действительно, вот у меня такие-то, такие-то проекты, вот такие-то, какие-то сроки, я планирую то-то, то-то сделать. Частично, потому что мне так нравится, а отчасти, потому что мне кажется, что я сэкономлю денег. Мне нравится, что вам кажется, что вы сэкономите деньги. Действительно, так может казаться. Потому что независимость строительства, это такое дело, оно очень много от разных факторов зависит. Если человек строит дом лично для себя, то будет ли у него экономия или нет, мне трудно сказать, потому что, когда человек строит для себя, вот я тоже строил, мне хочется вот такой-то материал. Вот это лучшее, вот это апгрейд, вот это более основательно. А когда строится для продажи, то человек не приходит на этот участок, и он не знает, что там делают. Строители делают, и все. Он знает, что это чисто для продажи. Поэтому там и материалы более дешевые, и что-то, может быть, не совсем так, как хотелось бы, если бы я там жил, ну и так дальше. То есть нет контроля. Поэтому, да, это будет дешево. Вы сами строили свой дом с привлечением кредитов? Да, своих. Нет, надо было привлекать, конечно, да. Конечно. Констракшн лон. Констракшн лон надо было взять, да. Как профессионал и человек, прошедший этот путь, расскажите нам, как работает заим, кредит, на постройку дома? Человек должен помнить одно. Обязательно нужно сначала построить каркас. Если мы говорим сначала, вот с самого начала строить с нуля. Надо обязательно построить каркас и крышу. То есть, почему? Потому что если вам дают деньги в долг, то если вы не будете платить, то у них должно быть что-то, что можно было отобрать. Правильно? А если дом снесли, и вам дали деньги, и вы не строите, и уехали отдыхать на Майами, то получается что? То нечего отбирать. Поэтому обязательно начало всегда должно быть свое. То есть, какой-то свой капитал первоначальный должен быть для строительства. Это однозначно. После этого, когда они увидят, что вы построили какую-то часть, и потом они дадут вам под залог того, что построены определенные деньги, на эти деньги вы строите вторую часть. И так в несколько стадий вам дают деньги. Обязательно они 10% от того, что они вам дали, вы их недополучаете, они откладывают и держат на счету адвоката. Если вдруг вы строителем должны, и так дальше, не рассчитались, и так дальше, чтобы не было проблем. Если хочешь получить кредит на покупку сборного дома от существующей компании, это облегчает задачу? Для банка разницы никакой нету, какая компания строила. Им самое главное, чтобы было, и они обязательно пришлют опрызил, который оценит, сколько стоит это жилье. Ну, конечно, то же самое вы говорите, допустим, я покупаю дом, закрытие будет 1 февраля следующего года. В такой ситуации банк говорит, ага, сколько вы денег имеете, и сколько мы вам дадим. И говорит, ага, дом уже существует, вот тебе, пожалуйста, оценка, произведи и все прочее. Если мы говорим, что я покупаю модельный дом, тогда, получается, банк говорит, а какого числа я тебе привезу, такого-то числа? Ну, он будет стоять, все прочее. Давай мы к тому моменту как раз тебе и деньги дадим. То есть до этого раньше никто, естественно, делать не будет. Но есть возможность, и, так сказать, наверное, но я не вижу, что это так сильно распространено.